Одна из самых удивительных историй про Новый Год, я вам скажу, это 1 октября, роддом, палата на 6 кроватей. Шесть красавиц-барышень вот с такими животами лежат, доктор пришёл и говорит, девоньки, как здорово, такие красавицы, в один день поступили, в один день будете рожать. Одна говорит, да мы Новый Год в одной компании встречали. Я сюда ехал и поезд в метро остановился вот между станциями, такая, знаете, всё выключилось, тишина, и в тишине, клянусь, два киргиза разговаривают так, колды-былды-былды, дырым-былы-былы-былы, а вагон затих и все слушают, переводят. И тут передо мной две бабки сидят, одна и другая, и говорят, к Новому Году готовятся. Мы все взрослые люди, мы понимаем, что когда наши дети хотят, чтобы был Дед Мороз и Снегурочка, нам нужно позвонить в определённую организацию, дать свой адрес, договориться об оплате и так далее. Ну, есть такие организации. И вот представьте, в таких же организациях тоже происходят производственные совещания. Производственные совещания в организации, которые занимаются организацией Дед Морозов и Снегурочек. Товарищи Дед Морозы и Снегурочки, будем начинать наше производственное совещание. Из 183 утренников, которые у нас были по плану, наши сотрудники начали все, но смогли закончить только 6,2. Есть места просто заколдованные. Возьмём утренник на заводе шампанских вин. Мы там потеряли 12 Дед Морозов, 3 бороды, сценарий и лифчик с Снегурочкой Степановой. Степанова, не надо отпираться, твой. Все наши Деды Морозы его опознали. Дед Мороз Андреев проник на территорию воздушно-десантного училища и, сидя на заборе, обзывал десантников козлом. В настоящее время Андреев приказом переведён из реанимации в интенсивную терапию. Травма серьёзная. Я понёс Андрееву передачу, он увидел бутылку водки и стал спрашивать, что это такое. Врачи говорят, что ходить Андреев будет, а куда идёт и зачем, он уже не будет соображать никогда. Хорошо работает наша передовик, Снегурочка, Оксана, убей гад. Оксана, одна просьба. Когда ты говоришь, ёлочка, зажгись, не надо всем рассказывать, что ты сделаешь с мамой электрика, если огоньки не загорятся. Дед Мороз Гусько молодец, самые весёлые утренники у него. Сядет под ёлку, закурит свою волшебную папироску. И по залу начинают летать собаки, крокодилы, коровы и все зелёные. Красиво. Гусько, затуши папиросу, а то вроде бы как слоны полетели. Снегурочку Надю Тараскину мы уволили за нарушение техники безопасности. Пришла на утренник в зоопарк и своим лицом напугала гориллу. Но потом мы Тараскину восстановили, потому что выяснилось, что такое лицо у Тараскиной было потому, что она первый раз в жизни пришла на работу трезвая. Есть жалобы, что некоторые Деды Морозы на утренниках подрабатывают мужским стриптизом. Давайте прекращать. Дед Мороз, Дуля, шо ты там записываешь? Шо, знаешь, хорошая мысль? Дуля, тебе аж кроме своей фамилии показать нечего. Значит, и последнее. Каждый год мы кладём под ёлочку счастье. А люди прибегают, хватают конфеты, деньги, должности, драгоценности, а про счастье забывают. Напомните им, что под ёлочкой лежит счастье. Пусть берут, нам не жалко. Ну, шо ж, товарищ, я смотрю, слоны в углу копытом бьют по коням и за работу, товарищ. Всё, Новый Год, пора прятаться. Пора закупать продукты и каждое окно заклеивать крест-накрест бумажью. Потому что уже началось. Потому что везде и всюду уже продают. Ракеты, петарды, бомбочки, хлопушки, бахалки, бухалки на любой извращённый вкус. Вот, посмотрите в окно. Только осторожно, осторожно, как я. Видите, на улицах нет детей. Они пропали. Вместо них появились маленькие огнестрельные существа. Сопливые драконы. Хичные, кактавые, веки-то ножки. Ну, всё, поздно, поздно. Вот видите, вот он идёт. Серёженька, дзюдоист. Он в нашем доме живёт. В охране работает. Весит 101 килограмм. Кирпич ломает рукой, дверь ногой. Ягодицами нас провырывает гвоздь шуруп. И как-то раз даже дюбель. И вот, посмотрите. Вот видите, на балконе мальчик стоит. В тёплом пуховичке. И в руках у него сюрприз. Стоит 28 рублей. Называется «Здравствуй и прощай». Маленький такой мальчик, ростиком с бультерьером. Но с бультерьером можно договориться. С мальчиком никогда. Он ведь круглый, как колобок. Не потому, что перекормили. А потому, что через подставных восьмиклассников весь отдел хлопушек скупил и по пазухам всё распихал. Он-то резиновый, круглый в виде мячика, называется «Опа-опа-бум». И при взрыве даёт мгновенный слабительный эффект в радиусе 100 метров. А вот та крупная... Ой, это кошмар. Называется «Раз, два, три, четыре, пять. Вот и некого искать». Это страшная вещь. Нам бы таких несколько в 41-м году иметь. Немцы не то же бы до Москвы не дошли. Из Берлина бы не вышли. А вот он идёт, Серёженька, дзюдоист. Улыбается. Ну, солнышко светит, белый снежок, голубочки на крышах, воробушки под ногами. А мальчик с пальчиком на балконе стоит. И из копы у него чёрный дым. Ну, в смысле, фитилёк поджёг и пока за спину спрятал. Ему папа денежки на молочко дал. А на сдачу, говорит, можешь себе вкусненького купить. И мальчик купил не себе, людям. И каждую дрянь самолично творчески переделал. Петарды, например. Вот раньше как? Поджёг, бросил, бабах, и всё. Теперь не так. Я позавчера видел, как. Теперь мальчик с балкона смотрит, а кошелёк на земле лежит. То ли новый русский нечаянно оборонил, то ли старый еврей неглубоко закопал. А то толстый такой кошелёк солидный, аж кнопочка на нём расстегнулась. А тётя Вера мимо идёт и тут прямо перед ногами. Вот такая пачка и килограмм мелочи. Тётя Вера полный газ, полный вперёд. Обеими ручками хватит, ам, и в сумочку. И пошла. И ба-бам! И против метра, по сугробам, 100-метровку, на каблуках, в шубе, за 5 секунд нефиг делать. И с первого этажа на девятый, через три ступеньки, на сломанных каблуках, в обкаканной шубе, расплюнули. А мальчик искренне рад, потому что она хоть и бывшая, но училка. И это не просто так, а в память о тех, кто стоял у доски и плакал. Какой мальчик, какой шалун. Только что из обыкновенной сделал реактивную тётю. А, вон уже и дядя идёт. Серёженька, дзюдоистка. Удобный такой дядя. С большим капюшоном и с закрытыми глазами не промокнёшься. Всё там у мальчика в руках. Окошко запотело. А, вижу, вижу. Огромная такая, спрессованная у пороха хренотель. Называется супер-бздынь. Это кошмарная вещь. Американцам такую бы в 45-м году показать, они бы со своей атомной бомбой заткнулись и тихо-тихо в свою полосатую тряпочку молчали. Эй, Серёжа, тормозни, глянь наверх. Там бог, который отвернулся, и мальчик, который смотрит прямо на тебя. Вот. Что там у мальчика в руке? У него ведь за поведением в обоих четвертях не просто плохо, а очень. Но по арифметике хорошо. Чётко про себя считает, уверенно. Хотя почему-то наоборот. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Птички уже всё поняли, разлетели. Ну, они же давно тут живут, они же, знаешь, лучше самим разлететь. Пять. Четыре. Три. Да лето же ещё далеко, зонтика не жалко, он скотчем к нему какую-то хрень привязал, поджёг и с самыми дурными мыслями бросил. Два. Один. Ну, минус один. Минус два. Зрению мальчику. Поэтому не попал. Повезло Серёже. Не в капюшоне на спине грухнуло, а рядом, в двух шагах. Новый год. Чего только не бывает. Шёл себе здоровый и белый. Бум. Белый и глухой. Ну, куртка, чёрт с ней, казённая, и лицо хоть и порошком за два дня отстирать можно. И грухи высохнут, и в тире уши закалённые отойдут, но слово, ведь слово же не геморрой, не воробей. Вылетит, не поймаешь. Если сейчас среди прочего шума вы на улицах услышите, мать твою за ногу раскудрявить, перекучерявить бритую лысину, бум, знайте, что Новый год уже наступил, и поэтому с новым счастьем! Представьте ситуацию, значит, новогодняя ночь, гаишники в кустах сидят, подрабатывают к празднику напротив ресторан и ждут, чтобы пьяный кто-нибудь сел за руль. Они тут же его ловят и, соответственно, в честь Нового года не забирают права, а так отделывается он, этот человек, могорычом. И как назло, нет никого, представляете? Вот сидят бедные, час продрогли, уже молиться стали. Господи, пошли хоть одного пьяного за рулем, пожалуйста, нам что-то нужно к Новому году нашей семье заработать. И вдруг вываливается пьяная компания из ресторана. И все по водительским сиденьям, гаишники заметались, а один вообще на ногах не стоит, вот еле-еле ему друзья открыли дверь, его посадили так, на руль ему руки положили, ноги на педаль, перекрестили его, захлопали, и он поехал, змейка, они думают, о, этого самого пьяного ловим, хоп, те в разные стороны разъехали, они этого самого пьяного тормозят, и говорят, попался алкаш. Он говорит, а что вы меня оскорбляете, я вообще ни грамма не выпил даже. А они говорят, подожди, подожди, ты как ехал? Он говорит, ну я яму объезжал. Да ладно, мы же видели, ты на ногах не стоял, устал очень. Да тебя же друзья подсадили прям. А у меня хорошие друзья, они мне всегда помогают. Нет, подожди, подожди, мы же профессионалы, мы в бинокль видели, что ты лыка не вязал. Как же так? Он говорит, господа инспектора, вы знаете, я просто сегодня дежурный по отвлечению. в новогоднюю ночь останавливает, повезло, гаишник останавливает, пьяного, он совершенно лыка не вяжет за рулем, глаза в кучу. Он говорит, дыхните в трубочку. А смысл? Он говорит, дыхните, я вам говорю. там зашкалило вообще, то есть там понятно, что человек в нетрезвом состоянии. Гаишник говорит, еще раз дыхните, пожалуйста. А зачем? Он говорит, очень запах понравился. Рассказываю реальную историю из жизни. Я спешу на концерт, еду по дороге. Вся дорога, знаете, есть такие места, где на дороге ставят такие муляжи, знаете, изображающие машину полицейскую или инспектор. Из фанеры разукрашиваю. Издалека ты думаешь, что он настоящий. А он не настоящий. Еду, ни одного настоящего. Я расслабился, знаете, так нормально, водитель рядом, все хорошо, едем. И вдруг реверсионное движение. Когда по очереди пропускают друг друга, дорога сломана, ее чинят, и люди стоят в пробке. А я опаздываю на концерт. И я водителю говорю, давай по встречной. Он говорит, нельзя, права отберут. Я говорю, да ладно, я беру на себя все разборки с ГИБДД. Он говорит, точно? Я говорю, да. И мы так хорошо разогнались, пока те еще не тронулись, а эти уже встали. Объехали всех. И стационарный куст ГАИ. В общем, инспектор, да, привез знак с собой, поставил денежный на дороге, вот, 20 километров в час. И палочкой нас к себе манит. А я принимаю другое оперативное решение, водитель говорю, не останавливайся. Он говорит, как? Я говорю, так. Он даже номера не успеет заметить. Мы быстро едем. Мы так раз проскочили. Он говорит, нельзя, права отберут. Я говорю, беру на себя все проблемы с ГИБДД, разберемся, объясню, что я на концерт. И мы так хорошо едем, и вдруг за нами, значит, мигалка. И вот этот матюгальный, говорю, остановочку вправо делаем, машина номер. Ужас просто. Водитель говорит, что делать? Я говорю, останавливаться? Ты что, с властями вздумал шутить, что ли? Он говорит, а дальше что? Я говорю, а дальше, братан, я не знаю. Он говорит, вы же сказали, что на себя все возьмете. Я говорю, ну мало чего я говорил, я же не думал, что он погонится. Это ненормальный какой-то. Водитель, давай, причитать, вот дурака артиста послушал, сейчас не только права машину отберут. Зачем я это? И подлетает этот инспектор, разъяренный на него. Ты почему не остановился? Инспектор, знаешь, что с перепугу ему сказал? Дяденька, прости. Я думал, что ты трафарет. Да, фанерный вот этот. А у меня манера такая, если юмор, я продолжаю развивать ситуацию и обращаясь к инспектору, произношу, а я говорил этому воде. Трафарет не может быть с таким пузом. Водитель хватается за голову и давай его защищать. Говорит, Святослав, что вы такое наговариваете? Я наговариваю. Стоит человек, как минимум, пять арбузов проглотивший. Я наговариваю. Но, чтобы не явная лесть была, нашелся, говорит, встречаются гаишники, у которых животы больше. Я лично не встречал. Этот инспектор гнев теряет так и говорит, да, вы нашего Калюню не видали. У него такой пуздрон. Срамота просто. То есть, я так представил Калюню, если у него срамота, у этого сраматулька. Но, надо спешить, зрители ждут. Я говорю, допустим, живота у вас нет. Допустим. Ну, что такое трафарет? Этот фанерный муляж на дороге. Он худенький, щупленький, маленький. Вы богатырь земли русской. Он улыбается и говорит, да, я спортом занимался в детстве. Я ему говорю, заметно, заметно. А знаете, какие качества отличают настоящего богатыря, инспектор? Знаю. Какие? Я говорю, ну, как же, доброта, умение прощать слабого и желание помочь ближнему в трудной ситуации? Я говорю, ваш ближний. Он говорит, да, я вас узнал. У меня трудная ситуация. Я спешу на концерт. Меня ждут зрители. Полный зал. Проводите нас, пожалуйста, с мигалкой повстречной. Родина вас не забудет. И он, опешивший от моей наглости, знаете, что сказал? Я не могу знак бросить. Я говорю, да, это действительно уважительная причина. Ну, тогда мы поедем без вас. Но я всем своим зрителям скажу, что я впервые сегодня встретил на дороге настоящего, сильного, мудрого, красивого, доброго, могучего, превосходного, замечательного, русского богатыря. Так прослезился, говорит, счастливой дороги. Но самое интересное, не это, когда мы сели в машину, я посмотрел в заднее стекло. Водителю говорю, давай быстрее выруливай, пока он не передумал. Этот искренний человек вышел посреди дороги, встал так, окончательно перекрыл все движение, и вслед нам жезлом. Знаете, я почувствовал от него такую неподдельную доброту, такую человечность, которую, к сожалению, мало встретишь в наше время. И мне даже захотелось петь, честно. Можешь, я спою? АПЛОДИСМЕНТЫ Зимы мелодия по городу кружится, Вокруг метель метет. В такой погоде я усну, И мне снегурочка приснится, Снег идет. Первый снег Растает скоро Детский смех Спешу во двор я Первый снег В твой чудный час От грехов Отчистен нас Снежки катаются, Чтоб в коме превратиться И стать снеговиком Межты сбываются, Конечно, Если искренне молиться Жить добром Первый снег Растает скоро Детский смех Спешу во двор я Первый снег В твой чудный час От грехов Очистен нас Снежки катаются, Снежки катаются, С горы на саночках Сугробы Детство мчится Из-под полозья В снег Душа не старится, Поэтому не стоит Суетиться Человек Первый снег Растает скоро Детский смех Спешу во двор я Первый снег В твой чудный час От грехов Отчистен нас АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Первый снег Растает скоро Детский смех Спешу во двор я Первый снег В твой чудный час От грехов Очистен нас Детский смех АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Та бола у закону честь ДФС Служенств капитан иванова 35 лет разведена документы права не надо давай паспорт так штампа из загса нет ну что разговор у нас будет долгий да пристаю а где мне еще знакомиться по интернету познакомилась я по интернету с одним олигархом назначил мне свидание в чебуречной на автовокзале купил два беляша и просил чтоб я рассчиталась потому что у него все деньги в офшорной зоне ты думаешь легко познакомиться на службе вчера стою на посту накрасилась грудь колесом а студенты акцию проводили в защиту природы поставили прямо возле меня плакат мусор на обочине позор города а кто хочет знакомиться с позором города ты знаешь все так удивляются когда меня видят говорят ой девушка а как вас правильно называть гибддшница или гибдд дура знаешь сейчас так трудно познакомиться с нормальным водителем кругом одни ненормальный сегодня утром мужик вез на крыше диван я его торможу мне говорит а чё я не могу диван вести я буду визиты свой диван ну ты хотя бы белье с ними эту бабу которая там спит как хорошо что сегодня я остановила тебя такого неженатого такого симпатичного красавчика к невесте едешь ну езжай урод раньше надо было говорить капитан иванова 38 лет какой-то симпатичный и машина у тебя какая красивая знаешь я давно заметила водитель всегда похож на свою машину вот едет машина грязная морда помятая мужик такой же выглядит грязный морда помятая резина лысая водитель не лучше и едет кабриолет шикарный без крыши водила тоже шикарный без крыши знаешь мне так хочется прижаться крепкому мужскому плечу найти свою половину я недавно остановила какого-то культуриста он вышел весь такой накачанный здоровый и говорит мне я что-то нарушил товарищ полицейский а я на него смотрю и так мне захотелось стать лежачим полицейским бабы за рулем отдельный кошмар я и говорю девушка пристегните ремень он же вас предохраняет агет ничего не предохраняет пристегиваю все равно залетаю так а почему у тебя не горит одна фара это новая модель лада кутузов мы сейчас сладами не связываемся вот назад капитан семенов остановил желтую ладу калину и придрался к техосмотру я не знаю кто там был за рулем но после этого техосмотр отменили если бы ты знал как трудно юной хрупкой девушки на службе мы же стоим в любую погоду тем летом была такая жара я я стояла и мечтала чтоб нам утвердили летнюю форму одежды трусы и погоны асфальт расплавился у меня каблуки застряли я торможу мужика говорю вы не могли бы мне ноги выдернуть он так обрадовался ягод вам и ноги повыдергиваю и руки и башку откручу вы не поверите сколько лет езжу об этом мечтаю пятнадцатая слушает прием мама не надо сюда звонить это служебная рация ну уже весь батальон знает что ты меня в среду записала на эпиляцию спины все конец связи генерал иванова восьмиклассница ой бывший муженек господи отдельный респект ну здравствуй любимый а почему бабушка не пристегнута это твоя невеста господи как все хорошо а куда мы так торопимся загс ой-ой-ой опаздываем да ну что ты я не собираюсь злоупотреблять своим служебным положением ну что ты это низко просто мне нужно проверить техническое состояние автомобиля огнетушитель свой два тормоза страховку аптечку давление в шинах наличие домкрата знак аллорийной остановки работа ручного тормоза регулировку фар головного света сход развал люфт рулевого колеса все строго по инструкции часа на два да я стерва запомни если женщина не стерва она болеет отъезжай вот так стоишь надеешься за все время что я дежурю только один водитель заговорил со мной ласково приглашал к себе домой я думала это любовь а он говорит просто хочу хоть раз сделать с гибдд то что она со мной делать 20 лет у нас в батальоне всего три женщины я прохорова 47 лет и собака которая наркотики ищет и всех троих с личной жизнью сложилась только у собаки уже четыре раза вот вся моя жизнь то белая полоса то черная то белая три полоски а женское счастье это когда две полоски где же ты мой принц на белом мерседесе без тех осмотра я жду тебя на сорок втором километре мкада в любую погоду позвони мне мой телефон 02 два о разном я например большим довольствием наблюдал за программой последний герой шоу было ну вы видели этот театр абсурда особенно мне нравилось когда замечательный ученый академик всех возможных академий выдающийся ведущий программ в мире животных николай николаевич дроздов бегал по этому острову в поисках чего-то съедобного на пару с децелом вот копались они в разных кореньях и потом когда мы снимались вместе в новогоднем огоньке вы знаете вот николай николаевич так же как он рассказывает обычно о суринамских пипах о сумчатых австралии а в их утолях так же он рассказывал про децела ну как об отдельном представителе фауны понимаете да особенно понравилось как он на одном конце острова нашел семейство каких-то жаб почему-то не разобрался что они ядовитые и сварил их и скормил децелу исташевскому ну санитар эстрады такой понимаете эстрада у нас замечательная я очень люблю нашу эстраду не только в лице Аллы Борисовны вот а вообще люблю очень эстраду хотя я уже с Ливоном готовлюсь к классическому жанру мы хотим пойти хотя бы в оперету я пока еще не знаю как заинтересовать работников и вообще работодателей в оперете ну например я могу за одну зарплату петь на два голоса ну как-то надо привлекать к себе внимание я вам сейчас покажу это не долго будет возьмем Ливон мы берем с Ливоном классический дуэт дуэт сельвы и Эдвина из опереты сильва эээ графиня я благодарю вас за честь которую вы оказали своим личным присутствием ахахаха ну что вы а вы будете вспоминать тот вечер в риете наш последний вечер Да, очень часто. Ох, забыть мне тем, Говоренья нашу свадьбу на сцене, Где в любви мы поплюлись. Вихри, браво, и авансы, Пестры, сменей, декораций Нас поздравил Мирапулис. Тень-то безвозвратно дружит, Скалочка прекрасен, Но вывернулся он из воздуха. Это был, это был сон. О, эти мне шарапанье Из светлой радости, где вы? Остались лишь воспониманья, Все прошлое не в любви. Сильва, помнишь ли ты, Как это все начиналось? Помнишь ли ты, Пусть это был только сон, И снится он. Спасибо. Ему благодарю вам. Спасибо большое. Неудобно аплодируйте уже, как будто провожаете. У оперных певцов есть такая манера, особенно у басов, они, чтобы голос лучше звучал, Немного вниз наклоняются, Знаете так? И один оперный бас вышел петь, Это действительно была такая история, Вышел петь партию Бориса, На очередной премьере, В Большом театре, Вышел петь партию Бориса Годунова, И так наклонился, Что прямо в оркестровую яму Стал петь Православные. Замечательный дирижер Юрий Фаер говорит ему, Пойте в зал, Здесь православных нет. Спасибо большое. Я люблю еще и, конечно, Нашу эстраду, У нас замечательная эстрада, Люблю слушать Софью Михайловну Ротару, Когда рядом Пугачевой нет. Я вообще люблю, Когда сопер Ротару поют украинские песни, Такие, знаете, С драйвом, Сумно, сумно, Аж за край, Не дивись на мене, Грай музыку, Грай зимно, Зимно на души, И вот какой-нибудь большой провисный концерт, Она выступает в середине программы, Кремлевский дворец, До нее полпрограммы уже прошло, После нее еще куча артистов выйдет на сцену, А Синьера Тару поет, Идет в зал, Одна колына за векном, Одна родина за столом, Одна стыжина за векном, И под шумок, как на поляне, Все цветы собирает, Что люди принесли, Больше уже никому ничего не достается из артистов, И сколько потом Леонтьев не ходит по залу, Все, обобрала Ротару, Вообще у каждого артиста есть свой стиль, Даже если стоит просто стул на сцене, Уже каждый артист будет по-своему с этим стулом себя вести, Ну, спасибо большое, Если, допустим, это Кристина Арбакайте, То это тоже что-то бы... Музыкант до рассвета пил мне песню, Это я забыла беды свои, Что в нём я не знала, Но я не искала На дороге обратно следы... Лайма Вайкули больше любит со стойкой Если вышел Ефим Шифрин, Ну, я не знаю, чего там это... Это замечательно, когда у каждого своя манера, Или там, допустим, Наташа Королёва, Неважно с кем, с Тарзаном, с Дельфином, Всегда остаётся кровь с молоком. Подсолнухи, А, осколки солнечного дня В подсолнухах, А, любимый обнимал меня, Растаял сон, И вот остались мы одни в подсолнухах, А, ну ты их сердце сохрани, Мы и подсолнухи! Вот, например, ни с кем не перепутаешь Людмила Марковна Гурченко. Давай, давай, давай! Да-да-да-да-да-да-да! Ха-ха-ха! Когда мы были... И чушь прекрасную несли, Сватаны били хат голубы, И розы красные росли. И чушь прекрасную несли! Та-ба-да-ба-да-ба-да-ба-ба-да-ба-бам! О-е-е! АПЛОДИСМЕНТЫ Чё ты такой скукошенный? Совсем скукошенный. Женатый, да? Держись, выпрямься. Ты чё? Я тоже такой же, как ты. Нам всё подбった, Всё будет хорошо! Всё будет хорошо! В семейной жизни первые 10 лет трудно, А потом всё хорошо! Всё будет хорошо! Всё будет хорошо! Мужик должен быть хотя бы один раз, Женатый должен быть один раз обязательно! Один раз это, Один раз это и всё! Всё будет хорошо! Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я вот так себе подбарю. Все будет хорошо. Старшенького из лагеря заберу. С Лесоповалова вернется. Младшенькая. Шестой раз замуж не выйдет. Жену в дурдом положу. Тещу в дом престарелых. Все будет хорошо. Хуже не бывает. Хуже не бывает. Я смотрю на тебя. Хуже не бывает. А как это бывает? Чего ты делаешь похоже на тебя? Подбадывай сюда. Я в доме хозяин. Я в доме хозяин. Я хозяин. Я дома хозяин. Дом хозяин. Я взгляну. Все решения в доме принимаю я. Все решения в доме принимаю я. Жена решает я принимаю. Понятно? Че ты скоп кружился? Держи себе в руках. Я иногда так выйду, как по кухонному столу, как... Не то, что подумывай, как... Я в доме хозяин! Жена мне словом не скажет. Никогда. Потому что ее вот время нет, она в плекмахерстве. Ты с ней не понимаешь. Кто будет хорошо, мужики, кто будет хорошо, взбодрились все. Кто ж женат, сидишь с куколом. Все будет хорошо. Ты мою не видел? Ты мою не видел? Ты мою не видел? Красавица! Если в темноте пришуришься. Красавица! Фигурка прям точеная. Я не знаю, кто точил. Наверное, Церетелли. Ты ее видал, что хлопаешь? Броски у нее, как у птеродактили крылышки. Щечки прям как персики такие, красненькие, волосатенькие. Мы с ней уже 10 лет как обречены. Обручены 10 лет. Я ей как предложение сделала, она сразу согласилась. Ну, конечно, в ее 30 с хвостиком. Причем хвостик, как у кометы Галея. Она похрен Сталина помнит. Все жалуется памятью. Че ты скукожился тоже сидишь? Че ты-то скукожился? Возьми себе в руки, чтобы хорошо в руки. Я не мужик. Я все время говорю, я же мужик, что я, тряпкой что ли? Кстати, тряпку обязательно в ванной не бросай мне из-за этого. Обязательно. Мокрую тряпку убирай, обязательно. Моя, ты не знаешь, моя же она повариха, борщ готовит. Ну, правда, я картошку сам чищу, потому что у нее маникюр ей нельзя. Лук я режу, потому что у нее тушь дорогая, Макс Трактор это. Это. Ну, капусту шинкую я, у нее на острая аллергия. Ну, я в кастрюлю все положу, она готовит, она готовит сама. Мне это мужик один сказал, главное, чтобы в интимной жизни гармонии была. Ты понял? Я на тебя смотрю, я тебе это не буду говорить. Тебе говорю, слышишь? Гармонии была. У меня гармония. Она не хочет, а мне ей не надо. Мне полная гармония. Ты понял? Возьмите в руки, мужики, все возьмите в руки себе. Все будет хорошо. Самое главное у нас, что, главнее всего погода в доме. А у меня погода всегда пасмурная, дождливая. Жена у меня ветреная такая. Теща все время тургу гонит 15 слов в секунду. Ты представляешь? Ты же женишься на одной, а тебе вдоволоку другую. Тещу дают. Мать ее, мать ее. И еще самое главное, она просит, чтобы я ее мамой называл. Она меня рожала, воспитывала. Ты знаешь, как мою звать? Нет? Не знаешь? Не знаешь? Тещу мамой назвать. Стеропедна Бундурлаковна, вон она. Я эту атмосферу в доме растоплю. Я ее растоплю. Этот семейный очаг, мужик, надо это растоплю. Только чем, понимаешь, бревно одно лежит на диване, эта теща, Буратино, все время нос сует свой. Вот я и буду топить. Я и куплю билет до Магадана в верхнюю полку боковую с туалетом туда-обратно. Сейчас подорожали переводки. Возьми себе брюки, мужики. Я однажды пришел, вот сейчас вот Олимпиада идет, они эту серию смотрят Сантер Барбал второй или десятый раз пока. Я ее сразу раз, выключил на Олимпиаду. Все. Дальше провал памяти. Ну, не помню. Правда, ничего. Доктор приехал, говорит, тебе в морг. Я говорю, я живой. Он говорит, в морге спокойнее. Мужики, чего я вышел? Здесь в зале полно народу. Девчонки! Важнее всем. Программа набирает обороты. И перед следующим номером классический анекдот, чтобы настроить вас на тему. Спит гаишник и снится ему страшный-страшный сон. Просто не сон, а триллер. И он во сне мечется по подушке. Фура, 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 жена, спокойно, спокойно. Пустая, пустая, пустая. Если вы готовы, автомобильная тема. Поехали. Несется автомобиль АК на бешеной скорости 60 километров в день. Гаишник останавливает проверочка документов. Водитель смотрит так недоумевающе и говорит, вы знаете, восстановить АКУ это то же самое, что обидеть ребенка. Гаишник улыбается. Ладно, за чувство юмора отпускаю. Езжай давай, джи, прохит. Я был сам свидетелем такой истории, значит, на посту ДПС, значит, не доезжая, значит, знака стоп, сворачивает к лесополосе шестерочка и прижимается, прижимается к деревцам и затихает. Милиционер говорит, я не понял маневров, по-моему, мой клиент, ему есть что бояться. Подходит к машине, а благо это рядом, я просто это вижу. подходит, а в машине, значит, запотели все стекла, машина старая, старая, и не видно, кто там. Милиционер делает один круг, смотрит так, и не находит ничего лучше, как постучать и сказать, кто там? Оттуда такой голос, а там кто? Милиционер не находит ничего лучше, как постучать и сказать, сейчас же откройте, милиция. Оттуда такой голос, а нас мама закрыла, сказала, никому не открывай. А у милиционера чувство юмора говорит, а мы ей за писочку напишем, что серый волк забрал ее козлят в вытрезвитель. Я ехал на деловую встречу, опаздывал, и вдруг, как назло, закон подлости, шлагбаум. И заградительные препятствия тут из-под земли нарисовываются. Никак не объехать, все стоят, ждут, перед шлагбаумом все равны. Стоим 5 минут, 10, 15, 20, стоят люди на дорогих машинах, стоят на скромных. Все равны. И вдруг, рядом с машинами появляется такая тетка, крупная, знаете, челночница, с сумками, смотрит на всех и говорит свысока, ну что, стоим, ездюки. И так преодолевает эти препятствия и только заносит ногу на железнодорожную полосу, и вдруг из-за кустов деповский паровозик. Небольшой, но паровозик. И машинист в квадратные глаза говорит, ты что ты, 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 ты. И тетка говорит фразу, которую может сказать человек только в России, смотри, куда прешь, козел. Мне знакомый загадал загадку, говорит, что такое око за око? Я говорю, ну это ответ на ответ. Он говорит, ты забыл, кем я работаю. Я же врач-окулист. Это диагноз. Око за око это глобальное косоглазие. Если когда один глаз зашел за другой, и там уже остался. И он рассказал, что у него был такой пациент, водитель, со стажем. Вот. Но ему, чтобы посмотреть прямо, надо было повернуть голову практически на 90 градусов, чтобы фокусировать оба глаза, значит, по центру. И мало того, он еще любил подвозить красивых женщин. Представляете, садится красивая дама, и они едут. Она говорит, на дорогу смотрим. Он говорит, на дорогу и смотрим. Куда нам еще смотреть, кроме как на дорогу? Обычно он получал сумкой по голове. Вот. Или просили, чтобы машина остановилась. Выходили. Женщины нервничали. Потом он остепенился, женился. Стал ездить только с женой. А, вы знаете, говорят, люди, которые долго живут вместе, они становятся друг на друга немножко похожи. И он смотрел на нее в эту сторону, а она обычно в эту. Представляете, картина. Погожий день. Машин мало. По проспекту несется, значит, автомобиль, где водитель и пассажир друг на друга любуются просто. Гаишник. Все свистки давай разогревать. Увидел, давай все, свистеть на все, что можно. Говорит, а что это мы на дорогу не смотрим? А водитель говорит, куда? На дорогу мы не смотрим. Он говорит, вы же на женщину смотрите. Он говорит, это не женщина, это жена. Тем более, говорит, что вы на нее дома не насмотрелись. Выходим из машины. Я понял, просто вы выпили, не хотите в мою сторону дышать, и смотреть не хотите. Давайте. Значит, заставил его дышать в трубочку, заставил обойти вокруг машины, приседал, значит, водитель сколько угодно. Жена тоже присела на всякий случай, чтобы отпустили, но не помогло. Подходит второй гаишник и говорит, Вася, я не понял, у нас проблемы с водителем. Проблемы. Какой-то у него взгляд странный. Подошедший гаишник говорит, а мы сейчас проверим, что я показываю. А водитель понимает, что его просто так уже не отпустят. Говорит, ровно 200 рублей. Отпускай его. Стопроцентное зрение. Удачи вам на дорогах, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ